С момента открытия избирательных участков проголосовали все кандидаты в президенты Казахстана. Они сделали выбор в избирательных участках Астаны. Жамал Габдулина расскажет в подробностях. Самым первым из кандидатов на пост президента проголосовал Жигули Дайрабаев. Нурлана Уизбаев от партии ОСДП сделал свой выбор на столичном участке под номером 393. Наша команда провела огромные работы, за что им всем большое спасибо. Благодаря моим сторонникам практически во всех регионах узнали про наши партии, про меня. И вообще мы предвыборные программы узнали, за что я очень рад. Кандидат от Национального альянса профессиональных социальных работников Караката Абден проголосовала вместе с родителями в Астане на участке 135. Касым Жамартукаев отдал свой голос на участке 59 во дворце школьников в Астане. А после этого ответил на вопросы журналистов. Тукаев анонсировал появление в стране сразу нескольких партий благодаря упрощению процедуры регистрации. В случае его победы точечные изменения в составе правительства. Подскажите, будет ли после выборов политическая перезагрузка и отправите ли вы правительство в отставку? Что касается политической перезагрузки, я об этом говорил. Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону, после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Поэтому правительство останется работать, но точные изменения в составе правительства, как и в других ведомствах, конечно же, будут произведены. Сделали свой выбор крупные политические фигуры Казахстана. Я знаю, что сегодня у людей, в обществе есть ожидания новых позитивных перемен. Я думаю, что эти выборы дадут импульс новым преобразованиям. Поставил галочку бюллетени и Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана. На 111-м избирательном участке в Астане проголосовал спикер Сената Маулина Шимбаев. Председатель мажориса Ерлан Кушанов проголосовал на 119-м избирательном участке, расположенном в здании национальной кампании «Казахстан-Темржола». Настроение очень хорошее, праздничное. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня, отдать свой голос, сделать свой выбор. Выбор за свое будущее, за будущее своих детей и своей страны. Один из первых отдал свой голос и министр обороны Руслан Жахсылаков. На избирательном участке он исполнил гимн Казахстана. Роман Габдулина, Информбюро, Алматы.